Город продолжает готовиться к предстоящему холодному сезону. Накануне в ходе аппаратного совещания глава администрации города Иван Костегриз отметил, погода меняется, дней через 10-15 начнется подключение детских садов и школ, объекты теплоснабжения за это время нужно подготовить полностью. На сегодняшний день общегородские сети водоэлектро- и газоснабжения готовы к предстоящему сезону на 70-80%. Все работы идут по графику. Объекты теплоснабжения практически готовы подать теплоноситель в магистраль. Мои коллеги-журналисты студии «Контраст» присутствовали при пуске котельной в районе Карачаева. Слово Юлии Волосновой. На котельной района Карачаева в течение двух недель проходили ежегодные планово-предупредительные работы. Объект теплоснабжения относится к разряду стратегических. Профилактические работы на нем направлены на недопущение сбоев теплосистемы. Для выполнения необходимых операций сама котельная, а следовательно и подача горячей воды населению, была приостановлена. Плановые работы осуществлялись как силами сотрудников котельной, так и специалистами из Нового Оренгоя Екатеринбурга. В этом году на пусковой котельной произведено три освидетельности. Освидетельствование котла, это значит гидравлические испытания и внутренний осмотр, согласно правил эксплуатации. Потом экспертиза дымовой трубы, по итогам этих будет составлены план работ, которые будут выполнены в следующем году. Летом в капремонте. Ну и ревизия запорной арматуры и двух насосов у нас еще осталось, питательник сделать. А так в основном все работы произведены. Для оператора Ларисы Синдеевой тишина в котельной сначала оказалась необычной. За годы своей работы она признается, что привыкла к специфическому урчанию котлов. Как-никак 23 года отданы этой профессии. Хотя выбор специальности был не столь романтичным, как в песне Виктора Цоя про кочегара, больше практичным. Если честно, в начало привлекла, потому что я работала кассиром, получала 120 рублей, а там операторы получали уже 300 рублей. Ну и поначалу, как молодые, мы же приехали заработать и уехать. Вот так вот осталось, осталось, осталось. Так работали. Желанный запуск котельной вернул деятельность оператора в обычное русло. В стабильном режиме заработали и сами котлы. Из крана к радости карачаевцев вновь побежала горячая вода. В летний период достаточно работы одного из трех котлов. Зимой нагрузка и мощность увеличиваются. И кажется, что теплая радушия хозяев котельной также излучает гигакалории. Как поясняет заместитель директора жилищно-коммунального предприятия Олимпий Сергей Сердюков, тепла хватит на всех, даже при дальнейшем подключении к теплосетям новых жилых домов. Изначально данная котельная была спроектирована с перспективы развития района Карачаева. То есть тут заложено уже дальнейшее развитие строительства жилых домов, пятиэтажный фонд, то есть на проспекте Мир, который строится. Ну и также могу сказать, что я думаю, что когда будут застроены эти новые дома, все равно будет переселение из ветхоаварийного фонда. Поэтому система тепловодоснабжения будет демонтирована, то же самое будет демонтировано отопление, поэтому эта мощность тепловая все перейдет на новый фонд жилищный. Также Сергей Владимирович отметил, что кадровый штат районной котельной укомплектован полностью. Все сотрудники имеют нужную квалификацию. Люди заняты делом, котельная работает в штатном режиме. Сейчас в машинном зале довольно шумно, но для сотрудников районной котельной этот звук приятен. Он означает, что объект теплоснабжения работает гораздо хуже, когда здесь тишина. Юлия Волоснова, Дмитрий Халин для службы новостей «Импульс».